Не, ну вот видите, вот тут мы можем, ну вообще, то есть стороны, которые поддерживают, да, такие действия, они же обычно все равно в публичном пространстве, как бы от этого ограждаются определенным, а здесь ничего себе, ну вот вы тоже, кстати, правильно абсолютно сказали, я тоже на это обратил внимание, сказали в программе «Шейтельман за сегодня», который можно смотреть каждый день, если подпишитесь на YouTube-канал Михаила, что откуда в Малита украинский флаг, то есть его же туда точно кто-то передал, нельзя же его достать просто так, я тоже сразу об этом подумал. Стоят эти, значит, ауреги с украинским флагом, а где ты его в Мали возьмешь? Вот, 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 вот это очень важно, поэтому я уверен, что это наши инструкторы, конечно же, привезли. Почему мы решили это огласить? Ну это часть информационной войны, я думаю, это, я тоже думаю, было совместное решение США, Франции и Украины объявить, что это Украина, вот инструктировала там этих людей. Нормально, ну попробуйте, ну товарищ Путин, ответьте что-нибудь. Мы же с кем воевали? С частной военной компанией, правильно? Не с Российской Федерацией. А ваше какое дело? Это частная военная компания, не российская, прошу заметить, потому что в России запрещены по закону частные военные компании. Так а ваше дело-то какое? Мы тут конституционный строй восстанавливаем в Мали при помощи туарегов. Вас это как бы не касается. Это тоже такая игра, да? Это часть дипломатии, мне кажется. Показывать эти флаги, эти фиги, это часть дипломатии в международном смысле. Поэтому все, мне кажется, сработало блестяще. Вероятно, мы сейчас узнаем о новом звонке министра обороны Белоусова, министру обороны Соединенных Штатов, возмущенном звонке, который будет рассказывать, что вот, значит, повлияете как-то на украинцев, потому что они наших вагнеров со споруками, значит, малийских туарегов уничтожают. Я не удивлюсь, потому что последнее время эти звонки стали после полуторагодичного перерыва. Ну, они участились. Их было, как минимум, два за один лишь месяц. И вот Нью-Йорк Таймс рассказали, о чем могла идти речь в одном из этих разговоров. Значит, заголовок звучит так, что после звонка из России Соединенные Штаты помешали Украине провести тайную операцию на территории России. В общем, если в двух словах, да, то, в общем, Белоусов позвонил Остину, сказал, товарищ Остин, у нас есть проблема, украинцы, кажется, что-то затеяли, хотят какую-то диверсию или какую-то секретную операцию провести на территории нашей страны. Вы им там случайно не помогаете? Соединенные Штаты говорят, нет, не помогаем. Но вы тогда украинцам передайте, значит, чтобы они такого не делали. Американцы говорят, да, хорошо. И официально заявили, что мы там Украину, значит, просим, не официально заявили, как утверждает Нью-Йорк Таймс, да, что, в общем, отговорили от проведения таких операций. Не нужно этого делать. Ну, во-первых, что это Белоуса может так позвонить Остину и, значит, запретить ему проводить какую-то операцию на территории России? Что это вообще? Что это такое? Какая-то субординация неправильно соблюденная. Во-вторых, а что именно проводить? Почему не стоит? Ну, сразу куча вопросов возникает. Да, во-первых, точно не будет звонить, как мы знаем, про Туарегов, потому что их же там не было, русских. Поэтому тут в этом вся тонкость дипломатии, вот поймите, да, что мы можем делать такие вещи, потому что они же не говорили, что они там. Если бы они заранее сказали, что это российская армия, колонна российской армии идет, был бы другой разговор. Но тогда вообще был бы другой разговор. А так Туареги, Туареги против каких-то ЧВКшников мы ничего не знаем. Это дело такое. Да, загадочная история, честно скажу, с этим звонком, но заметьте. Вот вы же вспомнили, что полтора года назад-то такое уже было, когда звонил Шойгу. Я звонил каждому подряд, просто министру, кому только не лень, всем звонил. Обзвонил тогда министр обороны Турции, точно Америки, Британии, Германии, Франции. Прям вот не поленился. Каждому набрал и сказал главное, что, говорит, Украина собирается применить грязную бомбу. Ну вот не знаю, какой-то верх, ну так как я вот честно не увидел в этом никакого смысла физического. Ну я все время пытаюсь найти какой-то, ну типа и, ну какие-то последствия должны быть. Что это было для того, чтобы что-то. Чтобы что? Где? Куда? Значит, поэтому единственное, в чем я уверен про этот звонок, что точно американцы нам ничего потом не говорили. Все, что мы делаем, более-менее плюс-минус, согласован, конечно, с американцами, плюс-минус еще раз скажу. Не в буквальном смысле, может быть не в прямом, может быть не настолько. Но некая рамка, она задана, она существует и она работает. Мы не собираемся взрывать Ростовскую атомную станцию. Кстати, вот, я угадал, конечно, это было про это. Не, он точно говорит, это было про Ростовскую атомную станцию. Потому что это единственная причина, по которой он мог позвонить. Я вам скажу так, смотрите, Белоусов сам по себе, вот так сидя у себя в кабинете, не мог сообразить, а не позвонить ли мне Остину действительно, какая замечательная идея. Следовательно, ему об этом сказал Путин. Ну, по-другому Белоусов бы не решился позвонить Остину, но это государственная измена позвонить Остину, если тебе Путин не приказал звонить Остину. Зачем Путин мог бы приказать Белоусову звонить в Штаты? Вот прям единственная вещь. Я вам скажу, это Ростовская атомная станция. Потому что это единственная из того, что у нас есть вообще на войне за последнее время, о чем говорил лично Путин. Единственная. Потому что, когда мы взорвали вот эту трансформаторную какую-то станцию в Ростовской области, из-за чего у них накрылась Ростовская атомная станция, как следствие, то начались протесты в Анапе, в Краснодаре, там еще где-то протесты точно были, не помню еще другие города. Выключилось электричество в Севастополе в оккупированном, везде графики ввели и так далее. И отвечать пришлось впервые за долгое время лично Путину. Он вышел и объяснялся перед народом российским. И все это свалил на майнеров, на то, что во всем виноват тех, кто тапают хомяка, чтобы добыть криптовалюту. Ну, кстати, он сначала сказал, что во всем виноваты майнеры, а на следующий день в Государственной Думе России приняли, обсуждался вопрос о запрете хомяка, чтобы запретить хомяка, которого тапают, потому что это майнит криптовалюту. И, соответственно, я думаю, что Путин, когда ему сказали, слушайте, тут такое дело с Ростовской атомной станцией, он подумал, что мы ее собираемся добить. Я думаю, вот так. Мы же могли ее добить в этот момент. Ну, вот они пытаются починить эту трансформаторную штуку. А мы же в этот момент шамдарахнут еще раз. Можем, технически-то можем, а в чем проблема? И я думаю, что вот про это мог звонить Белоусов. Слушайте, я только что понял, конечно. Вот про это мог звонить Белоусов в Штаты и говорить, не давайте украинцам добивать нашу ростовскую АЭС, потому что там фукусимо случится, ядерные выбросы и так далее. Ну, потому что все остальное американцам бы не заинтересовало, ну, никак. А это заинтересовало, я думаю. Да, и как показывают наши беспилотники, прогресс однозначно есть. Недавно видели 1800 километров уже. Ну, а что нам тут, собственно говоря, атомные электростанции? Нет-нет, я ни в коем случае не призываюсь сейчас никому. Алексей, мы ее не бомбим физически. Нет, смотрите, мы не бомбим саму станцию. И не планировали, и не про это речь шла. Из-за того, что мы попали в этот трансформатор. Там же есть, ну, как бы атомная станция, она не сама по себе, она подключена к чему-то. Вот мы ее ударили, и из-за этого у них ей некуда отдать этот самый, некуда отдать генерацию атомной станции. А атомные станции советского типа, которые у россиян, кстати, которые у нас, они не способны менять мощность резко. То есть там изменение мощности – это длиннющий процесс. Поэтому она генерит, а выдать ей некуда. Это грозит взрывом, там, катастрофой и так далее. И мы могли же еще в этот момент поддать ГАСКУ, так сказать, чтобы она у них шандарахнула. Станцию не бомбим, мы вроде ни при чем. Мы просто трансформаторную будку разбомбили, а у них станция полетела. Да я думаю, что и мы не знали, что это такое получится. Друзья, в общем, мы будем за этой историей наблюдать. Трансформаторные станции – это, в общем, то, по чему бьют и россияне. И симметричный ответ, наверное, это вполне логичный ответ. Так, об анонсированной теме о слове переговора, которая звучит в последнее время все чаще. Все, кому не лень уже, в общем-то, какие-то свои формулы предлагают, планы, значит, ну давайте вот с хорошего такого заявления начнем. Вот президент Финляндии говорит, что настало время для начала мирных переговоров между Украиной и Россией. Значит, в интервью Ле Монтон говорит, что Украина сейчас уже находится в гораздо более сильной позиции, чем два месяца назад, и перспективы хорошие. То есть можно выйти на эти переговоры с позицией силы. И вот здесь возникает вопрос, да, как, ну, будут ли эти переговоры до начала выборов в Соединенных Штатах, там, ну, сомнительно, да. Но, грубо говоря, у нас остается вот время для того, чтобы усилить вот эти свои позиции. И с наличием тех технических ресурсов, которые сейчас есть, да, ну, хорошо, давайте так, то, что публично известно, я не вижу, как можно существенно переломить эту ситуацию для того, чтобы выйти на эти переговоры с более сильной позицией. Какой сценарий видите вы? Потому что, ну, мне кажется, что о чем-то говорить в любом случае наверняка придется, да, в каком-то обозрительном будущем. И вот очень важно, да, чтобы мы имели дополнительные аргументы, скажем так. Не придется. Говорить не придется, потому что мы создали все дополнительные аргументы. И, кстати говоря, вот президент Финляндии, который про все это говорит. Ну, как, это, Михаил, извините, даже президент Владимир Зеленский говорит. Вот второй саммит мира у нас будет, будем разговаривать. Да, еще говорить о том, что мы будем разговаривать придется, а разговаривать не придется, в этом весь секрет. Безусловно, мы будем говорить о том, что мы будем разговаривать. Но вот президент Финляндии, даже он в этом своем выступлении говорит ведь о чем? Он там продолжил, насколько я помню, что мы, говорит, я же говорю о том, что нужны переговоры, а не о том, что надо отдавать территории. Переговоры не значит отдавать территории. Окей. Наши опросы, ну вот в Украине, тут же уже кто-то там показали, ой, смотрите, большинство украинцев хотят переговоров, но большинство украинцев не хотят отдавать территории. Да, 44% украинцев хотят переговоров, но 96% украинцев против того, чтобы отдавать хоть какие-либо территории. 96%. А в этот момент о чем переговоры, с кем переговоры? Ну как бы ерунда получается полная, но это же абсурд. А мы же люди разумные, мы же не будем фантазиями заниматься. Давайте просто приземлим эту ситуацию, просто приземлим, нарисуем на бумажке и посмотрим. Итак, Украина готова разговаривать? Да, готова. Вот, потому что и Зеленский сказал, и на саммите мира было прямо на пресс-конференции сказано, что на второй мы уже позовем Россию. До сюда все окей, мы разговаривать готовы. Мы готовы отдавать территории? Нет. Какие доказательства? Несколько доказательств. Первый опрос, 96% не готовы отдавать территории. Второе, в решении саммита мира есть заложена в бумаге надпись, что будут рассматриваться только те мирные планы, которые предусматривают территориальную целостность Украины и соблюдение Уставового. Все. Значит, какие-нибудь территориальные компромиссы не рассматриваются нами в принципе. Вот. Вот теперь на этих условиях переговоры возможны? Прямые? Нет, они невозможны. Приедут ли россияне на такой саммит, где им заранее будет сказано, без территории? Не приедут. А для чего тогда мы все это делаем? А для того, чтобы всем компостировать мозги. Мы их вводим замуж, это нормально. А нам зачем? А нам зачем компостировать мозги? Посмотрите, посмотрите, какое количество, причем даже от людей, которые, ну, чьи позиции поддержки Украины, там, усомниться сложно, там, Джонсон предлагает отказаться от амбиций выхода на границу 91-го года, но, мол, мы поможем Украине выйти, там, и Путин отведет войска до начала большой войны. Ну, звучат же такие предложения. А это тогда зачем? Первое. Дочитывайте до конца того же Джонсон. Джонсон написал следующее. Да, он написал, что давайте сейчас мы ударим там по Путину, так-сяк, он отойдет. Я понимаю, что все это фантазия, но давайте просто цитируем Джонсон, да? Россия отойдет границам 24 февраля 92-го года к линии разделения. Представьте, да, Россия выходит из Мариуполя сама, добровольная. Абсурд, да? Но, тем не менее, что же предлагает Джонсон? Дальше говорит, и вот дальше он пишет следующее. А потом мы должны будем прийти к тому, что сблизиться обратно с Россией, взять ее в G8 и так далее, после того, как будет восстановлена территориальная целостность Украины. То есть, у него просто план, да, говорит, в два шага. Сначала вот досюда, а потом, чтобы Россия вернулась на международную арену, восстановить территориальную целостность Украины. Там все это написано в Daily Mail, в колонке. Теперь, когда вы говорите, что мы сами себя рассказываем. Значит, мы, это же большая структура, мы сейчас не Украина, мы, я имею в виду, Запад. Но это большая структура. Здесь много разных стран. В разных странах разные, мягко говоря, порядки, политика. Избиратели разного требуют в разных странах чего-то там. Поэтому избиратели в большинстве стран Европы говорят, ну, может, надо заканчивать. Ну, например, говорят они. Ну, да, в принципе, надо заканчивать. Переговорами, переговорами. Поэтому чиновники в этих странах Европы от нас требуют переговоров. Ну, правда, они от нас требуют переговоров. Вот выборов они от нас не требовали. Это было русское вранье. А переговоров они от нас требуют. И мы должны показать, что мы их ведем. Раньше наша политика была какая? Зеленский подписывал указ о том, что запрещено вести переговоры с Путиным. Теперь он это как бы дезавуирует. Говорит, нет, мы готовы вести переговоры, любые, пожалуйста. Но Зеленский и команда собрали 80 подписей разных стран под бумагой, в которой сказано, что номерные планы только с территориальной целостности. Другие не рассматривались. То есть мы сами загнали эту историю, искусственно, конечно же, специально в этот тупик снова. То есть теперь этот тупик не наш собственный, не мы тут решением Совета Безопасности решили, что мы не разговариваем. А 80 стран это решили, это не мы. Мы же не можем идти против желания 80 стран. И когда к нам теперь придет кто-нибудь с мирным планом, в котором не будет территориальной целостности, мы скажем, подождите, ну 80 стран-то. Камала Харрис сказала, что надо, Шольц сказал, что надо, Макрон сказал, что надо. А вы что против? Ну как так может быть? Именно поэтому тот же президент Финляндии не может сказать, а давайте попробуем территорию отдать. Не может, потому что есть решение саммита мира. Поэтому мы вводим за нос Путина, во-первых. Во-вторых, мы прокладываемся перед чиновниками европейских. Вот я уверен, что каждый, причем, ну что значит уверен, знает, что во многих ситуациях, когда мы получаем оружие, это же процедура получить оружие. Одно дело утвердили, другое дело получили. Получение оружия это много чиновников, бюрократов, которые выписывают бумажки и так далее, и так далее. Финансы надо выделить, то и так далее. Вот к каждой этой бумажке надо приложить мирный план. То есть выдайте нам, пожалуйста, 8 танков Леопард 1А, который нам выдала Германия сегодня. Значит, ради того, чтобы мы установили мир с Россией, наконец-то. Потому что ради того, чтобы мы убили еще 10 тысяч россиян, не годится. А ради того, чтобы мы установили мир с Россией. А как вы будете устанавливать? Так вот же бумага Шольцем подписанная. И она прикладывается к просьбе выдать нам 8 танков. Нам не готовы давать танки, чтобы мы убивали русских. Нам готовы давать танки, чтобы мы устанавливали мир. Поэтому вот, смотрите, мы устанавливаем мир. Это абсолютная позиция. Она беспроигрышная именно в отношениях наших с Западом. То, что, к сожалению, это еще цепляет нервы. Нервы украинцев цепляет. Поэтому вот разъясняю, чем могу. И спасибо вам за это, Михаил. Друзья, как вы считаете, почему слово «переговоры» звучит все чаще? Оставляйте ваши мысли в комментариях. Что мы увидим в ближайшее время? Как вы думаете? Напоследок у нас, Михаил, одна шутливая тема должна быть по традиции. Значит, я выбирал тут между тем, что Дуров признался, что он отец 100 детей. И то, что Ким Чен Ин заболел. Я заболел, ему бегают в Европе ищут лекарства. Потому что в России таких лекарств якобы найти не могут. Потому что у него там сразу и диабет, и давление, и ожирение. И все подряд. Ну, то, что Дуров пообещал создать для своих детей отдельный чат в Телеграме. И они смогут найти друг друга по специальному ДНК-коду. Это, конечно, клево. Но, наверное, на войне это никак не отобразится. В общем, Дуров, кроме как того, чтобы дать интервью Карлсона, сильно это не влияет сейчас. А вот Ким влияет существеннее. И, на самом деле, если прям уже обращаются к ненавистному Западу за поиском этих медикаментов, насколько я понимаю, челночная какая-то дипломатия, могут ли быть последствия, скажем так, какие-то и для России, если вот эта ось зла потеряет одного из... Ну, не потеряет, давайте так, а существенно ослабит физически даже, например, одного из лидеров этой триады Иран, Северная Корея, Россия. Ну, вряд ли, да. Если бы про физически ослабит Дурова, который 100 детей, это же тоже надо постараться было. Ну, нет, на самом деле, эти обе истории, они выглядят такими одиозными, являясь, в общем-то, банальными. Объясню в чем. Ну, у многих ли людей в мире 100 биологических детей? Да, у многих. Потому что много доноров спермы, и у любого донора спермы, в общем-то, успешного, да, 100 биологических детей. Это так. Просто эта информация, естественно, закрытая. И вот это вот, от того, что он опубликует свой ДНК-код, это не означает, что 8 миллиардов человек сделают себе ДНК-тест, чтобы сверить. Он-то к ним доступа не имеет, понимаете, к этим людям. Не, но все равно, имейте в виду, друзья. В общем, это было 15 лет назад, так что если вам 15 лет, и вы посмотрите нашу сегодняшнюю программу, можете проверить. Людям, которым 15 лет на настоящий момент, примерно сколько там получается, сейчас вам скажу, ну, грубо говоря, ой, 100 миллионов человек таких на Земле. 100 миллионов. Он же сказал, что это по миру, в разных странах. 100 миллионов. Вот. Поэтому 100 миллионов человек не сделают ДНК-тест. Но нас смотрят в разных странах, Михаил. Да, я думаю. В Италибердон очень обширная география. Конечно, 100 миллионов не сделают ДНК-тест. Это же работает не так, что он может найти этих детей. Это эти дети могут найти его. Так кто будет это все искать? Вот. Поэтому история достаточно всеобщая. Почему-то все так удивились. Ну, посмотрите, сколько людей, слушайте. Банк спермы работает. Сколько искусственного оплодотворения. Сейчас это уже стало в порядке вещей. Это же не что-то новенькое. Это все было. Новенькое там 30 лет назад. Сейчас-то, господи. Все кому не лень. Вот. А вот и то же самое с Ким Чен Ином. Потому что, ну, сколько уже было случаев, как говорится. Опять-таки, даже самому приходилось участвовать. Когда у меня друг заболел в Москве. Вот в истории там довести лекарства до Москвы. Ну, в смысле, потому что нет. В России-то невозможно купить некоторые лекарства. Просто невозможно. И болезни не самые сложные. То есть, это не то, что прям. Ну, понятно, что редкие достаточно. Не грипп, да. Но не прямо вот там что-то самого верхнего уровня. Вот. В России этих лекарств нет. И поэтому нет и для Ким Чен Ина. И достают, да. И врачей достают. И все достают. А врачи боятся ехать лечить этого Ким Чен Ина. Это нормально. То есть, не впервые в истории. Даже за последние годы. Мы с этим, я уверен, сталкиваемся. Вот чем грозит потеря Ким Чен Ина. Как всегда. Вы знаете, с одной стороны. Система в Северной Корее, как говорится, сильна, как никогда. И понятно, что его сестра станет следующим лидером. Это одна сторона медали. Представляете, сестра Ким Чен Ина станет лидером. И дочка Путина, как говорит Латынин. Да, но есть, да. И дочка Путина, как ее пытается Латынин назначить. Но в это же время, и с другой стороны, медали. Любой переход власти, это всегда точка слома, да. А почему бы не сломать в этот момент Северную Корею? А желающих ее сломать сейчас много, вы знаете. Потому что он много сделал плохого, Ким Чен Ин. В каком смысле? Вот есть взять его папу. Товарища не Ким Ирсена, а именно Ким, господи. Как его звали-то? Ким Ирсен. Потом был... Ким Чен Ир. Ким Чен Ир, да. Ким Чен Ира. Товарищ Ким Чен Ир нового зла как бы не принес. Да, при нем кто-то умер от голода, возможно, там, то-се, пятое, десятое. Но он не усиливал гонку вооружений. Не усилил ее, да. Не вывел мир на новый уровень риска. А Ким Чен Ин вывел. Тем, что он объявил, что он в любом случае уничтожит Южную Корею. Снес этот памятник там воссоединения. Скажут, что нет, только на уничтожение будем, никаких воссоединений. Тем, что он поставляет снаряды и, как мы сегодня узнали, уже не только снаряды, но и самоходные ракетные установки россиянам. Он много сделал негативного для того, чтобы на Западе появился интерес свергнуть династию Кимов. Сегодня ее свергнуть трудно, а в момент перехода станет в сто раз легче. И могут появиться интересанты. Поэтому это надежда. Конечно, мы должны желать смерти Ким Чен Ину, потому что это некая надежда для нас на то, что в Северной Корее сменится действительно режим не без помощи иностранного вмешательства. Вот, может, например, я знаю, кто будет следующим президентом. Знаете, кто, да? Хюндай. Автомобили Хюндай созданы человеком, бежавшим из Северной Кореи. Он беженец из Северной Кореи, бежавший через границу физически. Вот, потом станет президентом Северной Кореи и объединит их. А я думал, вы к тому скажете, что мы увидим каких-нибудь северокорейских повстанцев, которые будут, значит, с планом Украины рассказывать. Это хорошая идея. Что вы готовы передать пленных военных преступников. Знаменитое, да. Да, боевое племя Чучхе, которое известно, издревле, конечно же. Оно ходит в украинских набедренных повязках, так сказать. Продолжение следует...